Всем привет! Сегодняшнее утро я провожу в своем любимом музее, музее Виктории, истории костюма, и я очень рада, что именно эту локацию выбрала моя любимая компания Аэростана. Сегодня, в преддверии 8 марта, собралась прекрасная женская половина компании Аэростана для того, чтобы поговорить о моде, о тенденциях, и я мне сегодня честь презентовать твиле, который мы создали специально для этой компании. А я расскажу, сколько вариантов на самом деле можно создать с помощью вот такого шелкового шарфика. Хочу разбить все привычные стереотипы, что его можно носить только на шее или на сумке, и я докажу, как можно интересно изменить свой образ с помощью вот такого шарфика и поменяться минимум 10 раз в течение дня. У Аэростаны есть замечательная миссия. Они помогают нашей природе, и, как вы знаете, в Красную книгу «Занесен снежный барс», и у них есть замечательный, очень красивый самолет, где прямо впереди самолета есть его мордочка. Именно от этой идеи я отталкивалась, именно поэтому на этих твиле есть вот такой вот интересный рисунок. И этим рисунком мы хотим напомнить, что мы живем на планете не сами, у нас есть соседи, мы должны беречь, берегать их и заботиться не только о своих потребностях и желаниях. Поэтому носите со смыслом, с удовольствием, потому что мода на самом деле призвана, ну, вообще существует для того, чтобы на что-либо обратить внимание. Я словом докажусь в своем любимом музее, и неустанно повторяю, берите своих друзей, мам, подруг, родителей, детей и приходите в этот замечательный музей. Доброе утро, Базилбаев, оригинальный представитель рекомендации РСН в городе Украины. А так вам по адресу, и у меня есть такая уникальная возможность спросить вас, почему на наших твиле появился снежный барс, и откуда вообще идея защиты этого ринкового вида животных? На самом деле снежный барс, их по миру осталось всего 200 особей около, и Казахстан вкладывает очень много сил для того, чтобы данное животное не исчезло вообще из карты планеты, и она заселяет именно те тиньшанские регионы, которые расположены в Казахстане. И плюс к этому данные типы бортов Embraer 290, на которых был, на одном из которых был нарисован снежный барс, он считается охотником за прибыли. Он очень экономичный, он бесшумный, и Embraer по всему миру начали делать маркетинг в стиле охотник за прибыли. Например, на американском рынке они орла представили, на азиатском рынке они представили тигра, а на казахстанском рынке, когда мы первая компания, которая по СНГ и Центральной Азии получили данный тип борта, и поэтому нам тоже нужно было выбрать охотника за прибылью. И плюс к этому, с учетом того, что, как я уже выше говорил, данный вид животного исчезает, мы хотели миру не просто красиво самолетом выйти, а хотели еще напомнить о том, что данный вид животного исчезает. И плюс к этому, около 10 тысяч долларов мы сделали вклад в фонд по защите снежного барса. Сколько на сегодняшний момент у вас самолетов со снежным барсом? Один. Один. Будете еще? Вряд ли. Как-то это повлияло на репутацию компании в целом? Известен ли вообще этот факт для ваших клиентов? Скорее, да, потому что, по крайней мере, в Казахстане мы об этом очень много коммуницировали, и поэтому в Казахстане, в принципе, все знают о снежном барсе. Вот, например, по крайней мере, любого алматинца спросите, чем ассоциируется его город. Он скажет снежный барс в первую очередь. Ну, это непосредственно, это ассоциация с самим городом, да? Да, по крайней мере, с Алматы она ассоциируется прямо на... Любого спросите, чем ассоциируется. И на гербе Алматы тоже снежный барс на рисунке. А, видите, какие новые... Если про Алматы вы не так много знали, никогда не была... Спасибо вам большое за эту информацию, теперь я буду больше об этом знать и понимать, какой мы делаем совместный вклад. Спасибо. У нас есть сегодня сюрприз, связанный с... Сто процентов. ...с вариантами ношения. Я сегодня покажу эти 10 вариантов. А какая сегодня основная будет задача и сюрприз? А, да, а на сегодня еще мы разыграем билет бизнес-класса. То есть сейчас Оля нам расскажет, как можно изменить свой образ с помощью твили. И потом каждый, кто сфотографируется, сделает хэштег, хэштег вот... Love Air Astana. В этом твили мы разыграем рандомно в пятницу, отправим всем информацию, билет бизнес-класса от Air Astana. Поэтому аплодисменты. Пользуясь вниманием в основном, скажу все-таки о Доре в своем любимом проекте «Детище». Я художник по призванию и мама троих мальчишек. В общем, мои твили, наверное, им не пригодятся, но тем не менее, они меня очень мотивируют. И Доре я считаю своим четвертым, наверное, ребенком. Ему уже 5 лет. И мы являемся подарком, который любят вывозить за границу, показывать наш, мой в данном случае талант и ту ценность, которую я очень люблю Украину. И все, что меня вдохновляет, это традиции, ценности, материнство. Я все закладываю в орнаменты. И вы можете увидеть у меня на сайте огромную коллекцию. Мы представлены в ЦУМе, в Виллогрос, в Премьер-Руме, в Премьер-Палаце, в Сангеле. То есть в таких вот знаковых, красивых местах. И являемся. Знаете, как я однажды подумала, почему мы возим только киевские торты. И подумала, что нужно еще сделать такой вот красивый шелковый десерт, который всегда с гордостью можно подарить и порадовать. У нас есть киевская коллекция, есть украинская коллекция. Ну и надо сказать, что ты разрабатывала платье для жены президента. Да, и мы представлены были в Давос. Уже два года подряд мы представляемся в Давосе. Мы работали, кстати, с Борисполем, аэропорт. Мы делали для них куклы в авторских платьях, которые каждой компании или очень таким важным персонам дарили как оберег. Вот, поэтому нам не есть чем гордиться. Рада, что однажды я изменила свою долю. И хотела сказать два слова. Вот сегодня услышала впервые Тамилу. Пошла быстро, сделала красные губы, чтобы акцентировать на то, что да, я тоже люблю внимание, похвалу, и буду рада обратной связи. И чулочки тоже есть. Спасибо. Спасибо, аплодисменты. И я просто хочу сказать, что Тамила очень серьезная миссия. Она меняет, она дает шанс нам быть женственной, дарит вторую молодость, позволяет раскрепоститься и быть красивыми. Я это делаю тоже и считаю, что долю могу в состоянии поменять. И я скажу, дякую долю, чтобы мне есть доля. Я могу даровать ей и изменять. И я считаю, что так же, как и аксессуары, цвет, он тоже может изменить ваше настроение. И мое искусство тоже помогает изменить, возможно, немножко мир кулучшему. Покажу несколько вариантов. Я думаю, что некоторые вы знаете, а некоторые для вас могут быть совершенно новым открытием. Ну, то есть самый, понятно, простой вариант, это то, что вы делаете на хвост. Я думаю, что ничего нового вам не расскажу, но он, в любом случае, даже в деловом стиле дает какое-то... Я видела картинку у тебя в одной презентации, там тоже девушка была с Твили. Если мы уж теперь знаем про ассоциацию, уже можно даже подумать, что хотела бы сказать героиня, которая так завязала волосы, то есть, в любом случае, вы в своем деловом стиле добавили нотку романтики. Правильно, не ошибаюсь? Вариант? Класс. Да, не сложно. Я не буду вам говорить, они мне будут говорить, что это сложно. Но почему-то люди, приходящие ко мне, говорят, а как, а что с ним делать, а как его применять. Ну, то есть, я вам скажу, что у меня есть на канале видео 50 вариантов, как носить платки. И я знаю точно, что одевая платок, вы можете даже, там, сегодня быть итальянкой, завтра француженкой, испанкой, там, русский манер, украинский манер одевать. То есть, вы можете таким образом подчеркнуть свою талию, если у вас строгое платье, или брюки, или джинсы, вы можете заправить его как пояс. Вы можете просто делать акцент на, ну, вот такой даже акцент, который влияет ваши ноги. И он, в любом случае, будет таким интересным моментом. Казалось бы, просто вы завязали ленточку, но, поверьте, он сделает свое дело и обратит внимание. Вот еще один вариант. То есть, вы можете протянуть... Через брошь, а если еще такая красивая будет жемчужная, ну, жемчужная брошь, она вообще будет смотреться у вас как орден. Мы сейчас говорим немножко о деловом стиле, и тоже имеем право себя украшать красиво, и добавлять какие-то элементы, и выглядеть немножко неординарно и нестандартно. То есть, вы можете вот выглядеть... И он барс, и посмотрите лицо барса. Да, правда, я должна была создать все-таки не сувенирный продукт, который, ну, спасибо, что подарили, а все-таки я забирала такие оттенки, которые модные, трендовые, очень подходят вашей коже и стилю, который, ну, можно использовать ежедневно. Такой лайфхак я вообще рекомендую делать с любым платком большого размера. Во-первых, он хорошо, очень крепит, если у вас нет специального кольца для платка. Класс! Класс! Сейчас, 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 подождите. Так тоже можно остановиться, но сейчас, смотрите, у меня не произойдет захвата, но если вы платок используете, ну, сто на сто, вот я видела у девушки большой платок, то он захватит ваш платок, и вы сможете даже, там, как-то менять его и фантазировать. А в данном случае я бы поступила следующим образом. Я сейчас зайду в зеркало сегодня. Ну, так, раз протянула, и посмотрим, получится у меня на ощупь. Получается красивый фант, и ваша белая блузка заиграла. Смотрите, у меня есть такая классическая заколка, сейчас модная, с жемчугом. Призпятые на ссылке. Да, значит, вы просто... Мужкую, кстати, заколку я пользуюсь часто. У вас получается очень красивое отношение. Красиво. Еще один образ. Это у вас все на сайте написано? Да, я стараюсь, я вообще считаю себя неким, таким, амбассадором шелковых платков. И я вам скажу, до того, как я начала рисовать картины, я вообще не являлась покойницей платков, и так вот меня как-то затянуло. Начиналась вся моя работа с шелковых картин. А, вот очень такой деловой стиль, я бы сказала. Это можно сделать стиль аэросканат. Вот вы просто закололи, и выглядите всегда достойно, красиво, интересно. И оно держится, несмотря на то, что это шелк. Я не люблю шелк завязывать на бантик, потому что не люблю портить его фактуру. Сейчас будет еще один необычный вариант. Протягиваем сюда. Ну, это такой прям, знаете, вообще куда-то там, прям сильно фэшн. Но здесь мы завяжем бантик. Тем не менее, он седьмой. А? Седьмой вариант. Ты же считаешь, да? Да. Я сказала, больше десяти. Десять как минимум. Шикарно! Ну и вот, пожалуйста, вы уже можете пойти куда-то на очеринку. Ну, тоже один из классических вариантов. Вы завязываете на кисть. Я думаю, тоже вы все это знаете. Ну, такой красивый акцент. Ну, вполне там, для белой гуски. Он всегда ее украсит. И вот такие варианты. Спасибо. Экспериментируйте. Спасибо. А можно я сразу демонстрация? Оленька, мы тебе не вручили эти цветы. Спасибо тебе большое. Спасибо за вдохновение, девушки. Скажите, насколько вам понравилась эта история? Безумно. От Ильи. Спасибо тебе за твоё творчество. Спасибо за то, что ты являешься амбассадором Украины в мире. Мне очень приятно. Да. Тем более, работать со станой, да. Это очень почетно для меня. Вспоминаю, как 10 лет назад меня снимали в рекламе для Астаны. Сегодня я делаю платки для Астаны. Для меня это, конечно же, очень важный пост и ценный фланг. Спасибо.